итак доброго здоровья всех рад приветствовать на канале гейм лэр меня зовут мистер фриман 315 ну и это уже 13 не знаю счастливы или нет но 13 часть моего прохождения мода фотограф только что только что я побеседовал с джаггером который очень сильно смахивает на голберга вот и теперь опять возвращаюсь здание напротив на по елочке блин не получилось первого раза еще раз нет надо как-то сразу прямо чтобы не вилять опять я иду в это здание напротив чтобы поговорить с одной мотаром находится по моему на самом верхнем этаже джаггер меня направил а вообще основная цель сейчас это перенастроить передатчик который возможно может нам показать выход из мертвого города вот показать выход для того чтобы мне отсюда уйти и вывести от этих всех ребят которые тут застряли смотри не балуй здесь с оружием ты мне не нравишься как и я тебе скорее всего но тем не менее за тобой я буду следить понял ну напугал ежа голой жопой грозный парень как так это вот это вот барышня и что тебе нужно здесь гертруда боже мой здравствуйте я к вам кто ты чем я могу тебе помочь и я фотограф но это сейчас не важно я здесь чтобы помочь вашей группе выбраться из этого города джаггер отдал вам один прибор передатчик так вот мне он нужен чтобы попытаться найти безопасный путь отсюда в аномальный лес так 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 у меня есть инструкции как это возможно сделать указание я получил от проводника по прозвищу филин который ранее передал этот передатчик чтобы ваша группа смогла выйти из припяти после завершения вашей работы там знаю прибор припяти не сработал из-за выброса на филин сказал что здесь мертвом городе есть все шансы найти безопасный путь в лес вот оно как значит очень хорошо что появилась надежда на скорое спасение а то мы уж думали что здесь и загнемся передатчик у меня к сожалению перенастроить его без повторного прибора системы без приемника не представляется возможным а без второго прибора системы поэтому надеяться можно только на то что вам молодой человек удастся все-таки найти выход отсюда только есть одно условие какое условие мы люди науки и в какой-то степени фанатики для меня и моих коллег результаты нашей последней работы слишком важно это смысл это смысл нашей жизни особенно теперь когда мы так близко приблизились к открытию и бросать практически законченную работу было бы для нас равносильно смерти понимаете не совсем понимаю какое отношение это имеет к вашему спасению сейчас постараюсь объяснить если вы найдете безопасный выход из этого города то генрих и его карамелы сразу же начнут эвакуации а этого никак нельзя допустить нам обязательно нужно забрать все результаты наших научных исследований сделанных припяти и здесь в мертвом городе они эти бестолковые бараны не понимают всей важности наших открытий когда мы спешно переходили сюда из припяти от нашей группы отстал и скорее всего погиб один наш коллега доктор вульф у которого находилась очень важная часть материалов по нашим исследованиям я сначала просила генриха потом настаивала на срочной поисковой операции чтобы найти труп ученого и забрать из его личных вещей материалы исследований но все безрезультатно генрих наотрез отказался идти на поиски говорил что уже достаточно было риска в нашей экспедиции и больше подвергать людей опасности он не намерен а нам без этих важнейших результатов нашей работы бессмысленно возвращаться понимаете теперь теперь понятнее стало вы действительно фанатики я уже догадываюсь о выполнении какого условия пойдет речь а вы не бойтесь я то сейчас сообщу генриху что у вас находится прибор которого зависит спасение для всех нас а это был как вопрос а вы не боитесь что я сейчас сообщу генриху что у вас находится прибор от которого зависит спасение для всех нас в этом случае у вас вы просто отберут силой и передадут мне я не так глупо как вам могло показаться фотограф из прибора удалена одна важная деталь без которой его не получится использовать по назначению разве что гвозди забивать вместо молотка и кроме меня никто эти эту деталь не сможет установить правильно чтобы прибор заработал а насчет условия которое я ставлю вы правильно догадываетесь пока не будет найдена часть материалов по исследованию работающий передатчик я не вам никому либо другому не отдам поэтому можете так и доложить генриху если хочет чтобы побыстрее все закончилось пусть снаряжает поисковую группу он знает где и что искать вернете мне все материалы которые были у ульфа получите передатчик да вот дела закрутились это же шантаж чистом виде ну ладно пойду поговорим с генриха всегда знал что от ученых все беды в этом мире деваться не надо идти беседовать генриха для сбора поисковой экспедиции наверно только блин не знаю скорее всего это экспедиция будет состоять только из одного человека то есть меня так я снова к вам генрих слушаю внимательно ходу прибор передатчик необходимы для поиска безопасного маршрута из города в лес находится сейчас у гертруды прибор разобран и собрать вас может только получение работоспособного передатчика гертруда поставила условия она требует чтобы вы немедленно организовали поисковую группу для обнаружения труба ученого у которого в личных вещах необходимо забрать какую-то важную информацию по исследованиям как я понял это результаты работы научной группы и труды в припяти вот ведь скверная и упёртая баба не могу я рисковать оставшимися людьми тем более что вероятность успеха операции весьма мало а риск большой я заставлю ее собрать прибор и отдать его насколько я смог понять из короткого общения с ней она настоящая фанатике вряд ли так просто получится заставить ее это сделать времени мало поэтому предлагаю альтернативное решение вопроса я попробую отыскать труп ученого дайте мне координаты для поиска я постараюсь я постараюсь его найти ну что ж пусть будет так доктор вов отстал от основной группы где-то в районе большого оврага в юго-западной части города если он сразу и не погиб то наверняка его сожрали мутанты без серьезного оружия и провизии выжить его не удалось бы попробуй отыскать самовраг близлежащие завалены и катакомбы материалы с результатами исследований которые так нужны кертруде должны находиться в специальном кейсе там какие-то образцы пород колбочки документы и всякая другая научная дребедень хотя я думаю что не все в кейс смогло поместиться будь осторожен патронов я тебе дать не могу и у самих их практически не осталось а вот пару гранат оптичек подкину все понял давайте гранаты и я выдвигаюсь на поиски так он сказал что их поискать я сам понял ну значит поищем на юго-западе единственное конечно что меня смутило из нашего диалога это то что он сказал кейс там есть но в него могло не все поместиться что значит у него могло не все поместиться то бишь получается что какие-то вещи где-то разбросан и в кейсе лежит не все эти вещи потом еще придется отдельно их выискивать так еще эти собаки долбаные так это походу еще пси собачка бегает так 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 эвражек эвражек это вот здесь это вражь да так сушьте а вот если я туда перепрыгну вообще чё будет я назад вообще смогу вернуться оп х так ну допустим я перепрыгну допустим да Так, ну, во-первых, зайдем-ка в этот домик, первонаперво. Так, ну, здесь, к сожалению, ничего нет. А, вот, вот и проход назад. А, нет. Рано я обрадовался. Не хочет он сюда проходить. Что, Кабанчик, не можешь меня достать, да? Ладно, будем искать дальше. Так, ну вот я нашел какой-то труп. Находится это вот здесь. И теперь смотрим. Маршрутизатор. Прибор для облегчения перемещения на границах мертвого города. Произведено корпорацией Югсадот. Записка доктора Вульфа. Боже мой, этот сумасшедший получеловек оказался прав. Это величайшее открытие. Если бы только Гертруда прислушалась к моим словам. Какой странный мир вокруг. Жаль только, что я не увижу, как все изменится. Проклятые мертвецы. А ведь я был так близок. Я уверен, что он где-то неподалеку. Я почти нашел. Так, а кто неподалеку? Так, сумасшедший получеловек. Это величайшее открытие. Так, какой-то сумасшедший получеловек. Если бы только Гертруда прислушалась. Так, какой странный мир вокруг. Жаль только, что я не увижу, как все изменится. Проклятые мертвецы. А ведь я был так близок. Я уверен, что он где-то неподалеку. А кто он? Хотелось бы узнать. Газета-статья. Так, кейс Вульфа. Это то, что мне нужно. Так, ну я у него пушку тоже заберу. А вот пистолет... Слушайте, хороший пистолет. Так, а этот... Единственное, что я сделаю, это... Заберу. Вот так вот сделаю, да. Так, ну кого он имел в виду? Где-то поблизости. Кто тут где-то поблизости? Вот в чем вопрос. Где-то поблизости. Кто-то где-то поблизости. Критический уровень психо-включения. Ну давайте еще тут погуляем. А ну-ка на чердак если залезть. Мы тут правда уже были. Ну блин, чем черт не шутит. Так, собачки, собачки. Хорошо, конечно. Смогу. Играет музыка. давайте еще здесь походим посмотрим что найдем это озеро непонятно почему то сразу резко нашло автосохранение так мы попробуем глянуть что тут а а а а а Продолжение следует... Так, ну всё, слава богу. Так, ну давайте глянем, что здесь есть. Так, здесь ничего. Я не знаю, стоит куда лезть или нет. Так, ну всё, наверное, насколько он лазит. Ничего. Блин. Водички надо хлебнуть. Ева тоже пойдёт. Не знаю, там Химеру убить вот эту. Ох ты, их тут две даже. Ну ладно, будем такой небольшой челлендж. Эй, красавица, иди сюда. Ну вот. Вот это уже лучи падали. Правда, уже лучи попались. А что ж ты, блин? Отпусти меня. Не добывался. Офигеть. Офигеть тут, Химер. Так, где вторая? Где, мать его, вторая? Замалови меня. Конечно, Гертруде. Нашел я труп вашего коллеги и забрал из его вещей кейс. Еще и обнаружил у него обрывок газетной статьи записку и какой-то маршрут дизайнер. Больше ничего при нем не было. Ну вот, это совсем другой разговор фотографа. Молодец, вы очень храбрый человек. И то, что эти головорезы давайте кейс, а все остальное можете оставить себе. Наверняка эти вещи имеют отношение к идее фикс доктора Вульфа. Видите ли, он нашел в Припяти какую-то старую газету и его как будто подменил. Все твердил, что нужно рассказать, а, разыскать в мертвом городе физика-изобретателя. Даже имя его назвал, правда, сейчас уже не припомню какое. Что-то там про вечную энергию плел. Ну, не нонсенс ли. Оглядитесь вокруг. Здесь только мы, мутанты и мертвецы. Но мы немного отвлеклись. Держите передачик. Надеюсь, вам выдастся найти переход в лес и вывести свою группу из этого гиблого места. Да уж, я постараюсь. Вот, держите кейс. Так, ну что. Вот мы и получили данный кейс. Где он? Где он? Где он? Где он? А, вернее, отдали кейс и получили передатчик. Передатчик в системе Хелпа работает в комплексе с приемником. Так, она у меня часть эмоций. Случайно не купит? Нет, наверное, нет. Давайте теперь побеседуем. Давайте теперь побеседуем с Генрихом. А, у Генриха у меня нет диалога. Так, ну ни у кого из отписичных персонажей больше диалога не было, поэтому я пошел искать переход. Да, у меня, в принципе, ничего не остается, как сам уйти и начать искать переход. Интересно, такое здание похоже на школу. А, ну я тут, по-моему, был. Да, я тут, по-моему, был. У меня даже уже там небольшой тайничок имеется. Так, а как его, этот передатчик, использовать? Просто на пояс повесить и все? Хотя, его же, по-моему, еще надо немножко починить. Или не надо? Вот это мне, конечно, интересно знать. Так, тут, значит, сетка. По-моему, говорили, что переход где-то в этой зоне. Все-таки где-то в этой области. В этой области, блин, ну где? Может быть, где-то здесь. Где-то здесь. Не, ну хотя, да, если его надо починить, то у меня ничего сейчас не получится. Абсолютно ничего. Раз, два, три. Проверка, проверка, проверка. Так, ну что ж. Надо попробовать найти этот переход. Где же этот переход? Где-то должен быть в этой области. Где-то в этой области. Вот только где. Так, немножко здесь побегал, конечно, но что-то пока безрезультатно. Пока безрезультатно. Ага, вот, есть. Все. Нашел я. Вот здесь вот я нахожусь. Так, все, теперь можно возвращаться к Генриху. Блин, у меня сейчас радиация сожрет. Так, я практически на месте. Нашел я выход из мертвого. Так, ну давайте сначала сохранимся. Так, нашел я выход. Вот это удача. Айда, молодец, фотограф. Так, теперь общий сбор и выдвигаемся к переходу. В каком месте начинается тропа в лес? Начало маршрута во врагах, в восточной части города. Схему маршрута я вам сейчас сброшу на ПД. Когда выходим? Минут 10-15 на сборы и выдвигаемся. Сбрасывая все данные по переходу в лес, мы согласуем наши действия с группой Джаггера и вместе двинемся к условленной точке. Ты иди с нами. Сильно вперед не спеши. Джаггер со своими бойцами выйдут первыми. Зачистят путь. Я ему маршрут скину. А нам главное беречь этих гореученых. Мы их должны целыми и невредимыми довести до базы. С сигналом к выходу будут два взрыва. Взорвем одновременно две блокирующих установки. Одну у нашего главного входа и одну у заднего входа в горком, где Джаггер со своей группой. Если хочешь, пока будешь ждать общего сигнала к выходу, можешь зомбарей немного пострелять. Вот тебе от меня подарок за твою помощь нам. Страйкер 12-зарядный с полным магазином и защитный костюм спецназа Черный Ящик. Поразвлекайся пока. К переходу пойдем быстро. Через здание клуба. Там мы встретимся с группой Джаггера. А ты, по возможности, конечно, отстреляй ходящих трупов в округе, чтобы расчистить дорогу. Дойдем до перехода, а дальше наши пути расходятся. Мы из леса пойдем со своими делами, а ты по своим. За нами не следи. Все понял? Давай. Подарки буду ждать. Сигнала выступления. Так, подогнали мне костюмчик, который, в принципе, не очень хороший. У меня получше. Так, и вот эту штуку мне еще подогнали. А вот эта вот штука очень даже ничего. Так, ну что ж. Еще раз я сохранюсь. Ну и что, теперь надо подождать сигнала. А пока ждем сигнала немножечко, как и нам и посоветовали, расчистим дорожку. В принципе, это очень даже логично. Вон они, зомбари. Плохо, конечно, что заряжает по одному. Ну, а по-другому никак. Че-то как-то этот дробовичок во-первых, очень долго заряжает, во-вторых, как-то он... Слабенько. На мой взгляд. Или мне кажется... Так, вроде готовы. А, ну, в принципе, хедшотами с одного выстрела не было. Очень даже неплохо. Так, хорошо. Перезаряжается долго, конечно, но ничего не поделаешь. Ушка хорошая, мне очень-очень нравится. Так, это Генрих. Выдвигаемся. Ну, окей. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Так, где ребята? Давайте, 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 давайте. Так, где зомбари? Вот один. Так, ну, вообще, было сказано быстро вперед не бежать. Поэтому будем бегать здесь. Так, так, ребята, давайте потихоньку. Так, а че? А, не сюда? Я думала, не в ту сторону. Пойди и там же. Блин, тут еще зомбаки долбаны. Самый. Ты еще живой? Так, я надеюсь, все здесь сделал правильно. Где ребята, правда, там в здании сидят, как-то немножко непонятно. Ладно. Блин, тут еще эти. Кого вы еще там увидели? Ребята, я вроде всех замочил. Блин, ебогу, не вижу. Ага, вот это, товарищи. Так, патрончики можно, конечно, пособирать. Никто еще не отменял. Так, патичку. Там еще двое. Так, ребята, аккуратно, аномалии. Дама вперед. Остальные все следом. Так, не куда-то. Где-то пошла, блин. Ага. Так, вон еще дружочек бежит. Нет, тут радиация, конечно. Триндец просто. Давай уже, забегай, блин. Так, и что? Всех спасли, нет? Так, наверное, самому теперь надо. Ребята, в общем, пришлось мне вернуться. Оказывается, вторая же группа, да, которая в центре, в принципе, так, как я подозревал, она еще не вышла. А еще у меня неприятность. У меня закончились энергетические коктейли. Все плохо. Все очень плохо. Вот три. Три человека, я вижу, двигаются в моем направлении. Так, вот ручки заберу. Гранатку тоже заберу. Блин, а я уже еле-еле, еле-еле иду. Что очень-очень плохо. Так, я не знаю, вода не повышает, к сожалению. Да нет, ничего, но все с ней повышает. Столько оружия выбрать. Давайте чуть-чуть посидим. Хотя бы так. Так, что, что будешь делать, блин. Надо сейчас, блин, если я буду у Сидоровича или где-нибудь в паре, сразу коктейли наберу, чтобы 20, пусть они, блин, лежат. Это ж невозможно просто. Так, вон они, ребята, побежали, побежали. Так, ну и что? Хотите сказать, это не все? Да, что ж такое, блин. Так вот, вынеслось, восстанавливается потихоньку. Блин, а мне интересно, а сколько ж еще? Опять придется, наверное, возвращаться. Наверное, да. Да, ребят, все-таки я оказался прав. Вернуться вот к этому зданию, слава труду, и вот еще, пожалуйста, три человека. Все-таки один из, скажем, да, один из многочисленных минусов движка Сталкера это тот, это то, что вот этот X-Ray помогает, как он называется, это то, что если от NPC-шного персонажа отходишь слишком далеко, все. Тот искусственный интеллект, который заложен игрой, то есть программистами, он перестает работать по сюжету, и все, и персонаж тупо останавливается и стоит на месте. Как только главный герой к нему подбегает, все, сразу начинает работать скрипт по сюжету, и персонаж бежит туда, куда он должен бежать по сюжету. Вот. Вот такая вот фигня у движка. Ну, что поделаешь. Ничего с этим, к сожалению, не поделаешь. Так, сейчас вы настроились. Чуть-чуть восстановится хотя бы, хотя бы чуть-чуть. Так, ну я надеюсь, вот эти трое, это последние. Хотя не факт. Далеко не факт. Так, ну зомбаков, слава богу, нету. Немножечко я подчистил территорию, пока они еще не респавняются. Может быть, чуть позже, но слава богу, сейчас пока никого не устанавливаю. Так, побежали, побежали, ребята, побежали. Субтитры сделал DimaTorzok. Есть. Так, задание обновлено. Так, я думаю, мне сейчас тоже можно выдвигаться в лес. Я выполнил то, что я хотел выполнить. Вывел я всех ученых, слава богу. И теперь сам могу спокойно отправляться в лес. Отлично, просто отлично. Что за херня? Мы так не договаривались. Ха, прикольно. Так, это, короче... Я понял. Короче, какая-то подлянка меня ждет. В общем, ребят, к переходу меня теперь какая-то дрянь не подпускает. Что нам остается делать? Остается нам вспомнить записку этого ученого и поискать физика, который находится где-то вот в этих этажках. Может быть, он сможет нам как-то помочь? Ну, как-то не знаю. Может и поможет. Поэтому, наверное, сейчас пойдем и поищем. А вот я уже на карте вижу желтую точку. Это означает, что это стоит какой-то NPC-шный персонаж. Кстати, очень удобно. Вот в сталкере просто-напросто глянуть на карту и увидеть, что там стоит человек. Но, кстати, обратите внимание, их двое. Их здесь двое. И если мне не изменяет память, один из них это ловушка-контролер. Нужно не ошибиться. Какой именно из них настоящий, а какой нет. И, по-моему, вот этот, который сейчас я вижу на карте, это фальшивка. Но мы сейчас проверим. В любом случае мы проверим. Блин, как же все-таки тяжко без энергетического коктейля, а? Прям как наркотик, ей-богу. Так, интересно. А если по комнатам пошариться, будет то, что будет. А как же? Конечно, будет. Следовать лучше всего, чтобы не выпустить ничего ценного. Тогда будет легче при прохождении. Да, вот что сказано. Советские хрущевки. Вот зашел. Вот эта кухонька, да. Тут хрен развернешься. Я уже не говорю о том, чтобы поставить полноценный стол, холодильник, стулья и еще саму кухню. Да, обалдеть. Жилая комната, но чуть-чуть попросторнее, конечно. Так, ладно, я отвлекся немножко. Так, давайте еще поднимемся наверх. Так, слушайте, ну интересно прям. Сколько что тут? Ага, вот последний, последний этаж. Последний этаж. Балкончик. Так, а как же мне теперь к нему пробраться-то? Что, что будешь делать, да? Не, на балкон он никак не выходит. Ребят, по-моему, это не тот подъезд. Так. Подъезд номер два. Разоглянем под лесенку, ничего нет. Так, ну он, наверное, на самом верху будет. О, презент. Коктейльчика нету? Нету. А жаль. Кстати, вода... Нет, вода не повышает. Вообще повышает, повышает выносливость. Причем так неплохо повышает. Угу, будем знать. Так, а здесь у нас что? Провода. Так, последний этаж, да? Так, а это... Это, видимо, наш физик. Угу. Вот как я, в принципе, не приду туда, не приду туда. В общем, мы поняли, что товарищ там наверху, никто иной, как обычный контролер. Вернее, даже не контролер, а шайка контролера. Они уже в банды стали собираться, блин. Вот, да. Так, ладно. А до физика? Как же нам добраться до этого физика? По-моему... Да-да-да, если я не ошибаюсь, надо по проводам. Что ж. Давайте попробуем. Это как раз то место, куда можем зайти с улицы, но тут завал, поэтому ничего не получится. Картина, достойная пироклассиков. Фотограф на карачках ползет на деловую встречу с зомби. Ага, добрались. Милости просим к нам. Бедуся, у нас гости. Дайте угадаю, вы корреспондент. Хм, прикольный физик, блин. Че у тебя в ящичке есть? Ничего нету? Жалко, жалко, жалко. Так, а с кем он там говорит? Это что у него тут еще кто-то? А, или это он с этой машиной? Ладно, не важно. Давайте побеседуем с ним. Здравствуйте. Так вы действительно журналист? Представьте себе, да, я военный корреспондент. Собираю материал о зоне отчуждения. Можете называть меня просто фотограф. А вы, случаем, не Сергей Андреевич Медведко, о котором писала местная газета? Да, это я. И не только местная. Ко мне из Москвы приезжали. И даже из-за рубежа хотели приехать. Да, видно, пока не сложилось. Хотя появился какой-то немец. Кажется, совсем недавно. Или не немец. Да, стар я стал. Многое забывается. Постойте. Я что, с зомби разговариваю? Помилуйте. Я обычный человек. Это годы берут свое. Да, и события последних лет нелегко сказались на моем облике. Ну, не волнуйтесь вы так. Я просто спросил. Странно это все. Итак, Сергей Андреевич, о каком источнике энергии вы говорили? О неиссякаемом, о вечном юноше, о вечном источнике энергии. К сожалению, это не всякому дано понять. И многие, кому я об этом рассказывал, так и не поняли. Хотя, казалось бы, чего проще. Энергия, она везде вокруг нас. Имеющие глаза да увидит. Имеющие глаза да увидит. Любопытная гипотеза. Это уже не просто гипотеза, а научно доказанный факт. Вы мне не верите? Могу доказать. Кстати, хочу вас представить моей жене. Знакомься, Лидочка, фотограф. Что вы растерялись, молодой человек? Вы не видите мою Лидочку? Ха-ха. А она тут есть. Скоро и вы сможете ее увидеть. О чем это вы? Я никогда кроме вас... А я никого кроме вас здесь не вижу. Ага. Ну вот мы и подошли к самому главному. К моему прибору ОГ-1. Вот он. Энергоскоп. Опытный глаз. Первая действующая модель. Единственная в своем роде. Это моя гордость. И моя печаль. Путь первооткрывателя полон опасностей. И жертв. Такой жертвой стала моя жена Лида. Она была рядом, когда я впервые испытал свой прибор. Включил его и увидел, что все вокруг искрится, пульсирует. И стекает энергией каждый предмет, вплоть до малой соринки. Но что-то пошло не так. Прибор как-то изменил нас. С тех пор я везде вижу энергию невооруженным глазом. Но Лида, она стала невидимой для всех, кроме меня. Допустим, с вашей женой понятно. Невидимая миру жена. А про энергию, пожалуйста, расскажите поподробнее. Хорошо, молодой человек. Вот, что я понял за годы изоляции. Энергия, энергия, рознь. Есть некоторые особенные объекты, которые ее в себе аккумулируют. То есть, являются своего рода батарейками, которые нужно использовать. Всех их объединяет общее свойство. Они светятся порядка с землей. И они шарообразные. Некоторые мне удалось заполучить. С ними я провел ряд экспериментов. Оказалось, что они вступают во взаимодействие с моим прибором. Результат этих взаимодействий превзошел все мои ожидания. Вы же видели, какой бардак творится снаружи. Так вот, когда я подносил эти объекты к прибору, мир за окном как бы возвращался к прежней жизни. Только эффект этот был кратковременным. Чего-то не хватало. Вам известно понятие синергия. Не хочу запутать вас научными подробностями. Вы все равно не поймете. Попытаюсь объяснить доступно. Попытаюсь объяснить доступно. Представьте себе радугу. Каждый охотник желает знать. И так далее. Так вот, я собрал нужные мне источники энергии. Почти весь комплект. И с прибавлением каждого нового эффекта улучшения мира становится более устойчивым. Условно назовем эти объекты красный, оранжевый, желтый и так далее. Все они мне доступны, кроме последнего. Условно говоря, фиолетового. Того самого фазана. Где сидит этот черт фазан? Сюда он, во всяком случае, не залетает. Но он существует. Я точно знаю. Найдите его мне, фотограф. Заклинаю, найдите. Только так мы сможем исправить то, что случилось с нашим миром. Ну хорошо, предположим, вы правы. Но как я знаю, что это именно то, что вам нужно? Я ведь ничего подобного не вижу. Узнаете. Я научу вас видеть. Для этого придется задействовать мой прибор. Но помните, многие предметы в этом мире являются не тем, чем они кажутся. Не боитесь? Боюсь. Даже не знаю, что вам ответить. Лучше включайте свой глаз. Но учтите, если я стану невидимкой, как ваша Лида, пеняйте на себя. Ну да. Годы берут свое. Как будто я мертвяков не видел. Так, и что? Сыночек, да ты ко мне загляни, тахать. Погляжу на тебя. Обалдеть. Обалдеть. Блин, что со мной этот дед сделал-то? Рожечки мои. Так, что там упало? Так, ну давайте теперь с этой барышней побеседуем. Здравствуй, сынок. Здравствуйте. Так вы и есть та самая невидимая жена. Можно и так сказать. Зовут меня Лидия Константиновна. Хорошо, что вызвался помочь моему мужу. Найди ты уж ему этот шар. А то совсем от меня он меня измучил. Ни о чем другом и говорить не хочет. Постараюсь, Лидия Константиновна. Но вот одно меня беспокоит. Не могу выбраться из города. Что случилось, ума не предложил. Не знаю, сынок. А у Сережки спрашивал? Нет, не спрашивал. Как ты из головы вылетела после всего виденного и услышанного? Тогда ты ступай на поиски шара. А я сама поговорю с мужем. Постараемся тебе помочь. Хорошо, Лидия Константиновна. До встречи. Так, многоуважаемая Лидия Константиновна, не будет ли у вас энергетического коктейльчика случайно? А у тебя? И у тебя не будет. Ладно. Все, диалоги с ними закрыты. Идем искать этот шар. Слушайте, обалдеть. Оба. А вот это, кстати, что на крыше-то? Ядрическая сила. Куда это я попал? Да тут третьим глазом и не пахнет. Это ж просто жопа какая-то. Так. Ну и что это я подобрал? Конечно, странно все это. Сам что-то подобрал. Сам не знаю, что в инвентаре, ничего нет. Странно все это. Очень-очень странно. Так, ну я предлагаю... Я предлагаю, во-первых, сохраниться. А во-вторых, я предлагаю немножечко... Так. Блин, да что такое, что происходит? Застрял, что ли? Так, я что-то не понял. Это что? Эй, алло! Ну, вообще, замечательно. Блин, я не знаю, глюк это или нет. Так, ну что, давайте попробуем еще раз, да? Ядрическая сила? Куда это я попал? Да тут третьим глазом и не пахнет. Это ж просто жопа какая-то. Я не знаю, мне кажется, вот этот вот прием поможет мне... Ситуация на ногах... Так, ну что, вроде пока мы находим. Нет, 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 нет. Мы пошли вон, мы пошли все вон. Так, ну что мне теперь выложить? Допустим, вот я воню на СЛД. Так, ребят, посмотрите, куда меня занесла нелегкая на этой локации. Вот здесь я нахожусь, вот он. И вот надо мной вот этот фиолетовый шарик. Который меня, зараза, не подпускает к себе. Сейчас будем как-то пытаться его достать. Как это сделать? Так, по-хитрому. Так, сюда. Так, блин, а как же мне на крышу залезть? Так, а на крышу как-то надо залезть. Уж как-то надо взять. Зараза, блин. Иди сюда. Так, я его взял? Я его взял. Отлично. Просто отлично. Не знаю как, но я его взял. Что, сейчас выброс будет? Нет, вроде не должен. Так, сытость. Ох, мама родная. И вот если я сейчас этот аномальный, эту дрянь надену, я сразу сдохну. Причем сразу. Да, поэтому надевать его не буду. Так, ну что, вроде все. Так, ну вот я практически уже вернулся. К этому долбаному физику и ядреному, блин, не знаю. Кошмар просто какой-то. Так, спокойно. Летуся, а я тебе говорил, что он вернется. С возвращением, фотограф. Ну что, нашли? Нашел. Не буду утомлять вас подробностями. Но этот ваш фазан, тот еще фрукт. Какая-то круглая и липкая сверкающая дрянь. И вы что, всерьез полагаете, что это спасет мир? Да и его руки противно было брать. Аж после того, как взял и подавно, не забуду никогда эти ощущения. Да давайте же скорее его сюда. Ладно, ладно, держите. Какой вы нетерпеливый. Так, что-то он, по-моему, исчез. Это как вообще? И куда он делся? Жена осталась, прикольно. Спасибо тебе, что мужу моему помог покой обрести. А то сил моих уже не было смотреть на его терзание. Настрадался он, не было достаточно. А уж теперь все хорошо будет. Ты, сынок, скажи мне сначала, ушли немцы из города? А почему это вас так немцы интересуют? Они-то ушли, а вот я не могу. Ушли, говоришь? Ну и слава богу. Нечего им здесь шастать. А то недавно заходил к нам один. С Сережей о чем-то поговорили. А потом немчик тот уходить уж собрался. И хитро так. Бочком-бочком выходит, вижу. Слямзил приборчик. Сереженкин. Что на ящике лежал. И ведь вот же дурачок какой. Не стоило ему устройство это трогать. Теперь, небось, и сам не рад. А о каком приборе идет речь? Красненький такой маршрутизатор. Кажется, так его Сережа называл. С ними ему никогда не выйти из этого города. Так приборчик сейчас у меня. Я нашел его у погибшего немца. Видать, из-за приборчика от богу души и отдал. А, он богу душу и отдал. А ты за него здесь застрял. Давай мне маршрутизатор, сынок. Доступай с богом. И мне пора вслед за Сереженькой моей. А немцу тому пусть земля пухом будет. Вот, забирайте ваш маршрутизатор и прощайте. Спасибо вам. Отдал я ей красный маршрутизатор свой. И теперь, видимо, могу спокойно, приспокойно... Да уж. Такое впечатление, что это все мне приснилось. Пожалуй, не стоит об этом никому рассказывать. А то упекут в дурдом, невзирая на былые заслуги. Сто процентов, блин. Так. Походу, пора мне ввалить из этого мертвого города. И абсолютно не жалею, что здесь больше не задержусь. Ну что ж, вот я возле перехода в аномальный лес. Ну, с богом. Ох, а меня тут сразу встречают. Пошла на черту, блин. Опля. Зараза такая. Шустрая, а? Ну иди, иди сюда, иди. Слава богу. Продолжение следует... Продолжение следует... Познавание...